Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Проблема с характером в виде патологической скрытности, не умею быть искренней. Я понимаю, что мне это везде во всех сверху вредит. Часто стесняю своего статуса, как это фактов из жизни, и сразу мысли, что нет, не буду это сообщать, выдумать что-то другое. Так во всем, всегда чувствую себя патологически неуспешной. По поводу своей семьи и своего положения, и так далее. Я ни разу в жизни ни с кем не могу быть открытой и искренней, это прям патология, я знаю откуда. Привет, мама. Меня это очень коробит, пыталась как-то применять стратегию конфронтации, то есть стараться везде прямо во всем говорить только правду. Но это или нет, надо это или нет, но это такой стресс, затошноты. Вопрос в чем, насколько это сильно может отталкивать окружающих, что за тем делать, чтобы исправить. Смотрите. Начнем мы с вами сначала. Вы пишите проблемы с характером в виде скрытности, патологической скрытности, да? Характер к скрытности не имеет отношения, потому что у скрытности, у вранья есть свои причины. Характер и скрытность разные вещи. Это первое. Второе. Патологическая скрытность, это скрытность, от которой падает качество вашей жизни, если вы считаете, что качество вашей жизни падает от того, что вы скрытны. Да, скрытность патологическая. Но патологическая скрытность, если она действительно патологическая, у вас это прямо вызывает серьезные чувства. Скорее всего, скорее всего, и форму имеет такую же патологическую, то есть вне нормы. Если вне нормы, то, вероятно, дело здесь и не совсем в психологии. А дело здесь именно в патологии, то есть в патопсихологии. То есть это больше к психиатру или клиническому психологу. На мой взгляд, первое, что нужно сделать, это пройти освидетельствование у этого специалиста, чтобы исключить наличие у вас психического заболевания. А в случае, если у вас оно есть, то вам просто назначат какие-то препараты, медикаментозное лечение, пройдя которые, и параллельно, уже параллельно занимаясь психотерапией, вот, вы могли бы действительно это все скорректировать. То есть самостоятельно сделать что-то, чтобы ситуацию исправить, ну, нереально, невозможно. Вот. Если бы вы могли, вы бы уже давно бы, что называется, совсем бы справились. Ну, в смысле, все бы вы подкорректировали бы сами, и никаких проблем у вас уже не было. Вот. А сейчас, если у вас есть эта проблематика, то вряд ли вы можете сами с этим что-то сделать. Вот. Поэтому, в этом смысле, ваш вопрос является, на мой взгляд, я бы сказал, не совсем корректным. Потому что, вы здесь делаете, ну, в общем-то, запрос на то, чтобы самостоятельно, так скажем, справиться с тем, с чем вы не можете справиться. Далее. Далее. Вы говорите о следующих вещах. Вы знаете, откуда это «Привет маме», и вы говорите о скрытности и склонности к лжи, это во-втором. И здесь угадывается сразу несколько моментов. Во-первых, стыд. Во-вторых, заниженная самооценка. В-третьих, перекладывание ответственности на вашу маму. То есть, как бы, это мама, ну, у вас получается так, что это вот мама у вас, как бы, виновата в том, что с вами это случилось. Мама, конечно, может быть, и приложила к этому руку, но ответственность за это все равно находится на вас. Это ваша ответственность, и, как бы, это то, что делаете вы со своей, ну, со своей, в этом смысле, жизнью. Поэтому это нужно обязательно учитывать, если вы хотите что-то изменить в этой, так сказать, ну, в своей, так скажем, ситуации. И изменить свою ситуацию, условно говоря, перекладывая ответственность на маму, ну, это не та позиция, которая вам способна что-то дать, что-то позитивное дать. Не та эта ситуация совершенно. Вот. То есть, я надеюсь, это понятно, что вот пока участвует мама в этой истории, так скажем, вам будет сложно что-то себе менять. Потому что таким образом вы, ну, ни много ни мало, да, как бы свою маму здесь, скажем так, наказываете. Вот. Ну, может быть даже, может быть даже, может быть даже, умстите ей. Вот. Ничего хорошего из этого не получается, как правило. Дальше идем. Следующий вот такой важный момент заключается в том, что вы испытываете, ну, как я уже сказал, чувство стыда. И сравниваете себя с другими людьми. Возводя в некий абсолют успешность, возводя в некий абсолют какие-то достижения. И, на мой взгляд, вы здесь полностью растворяете себя, свою ценность, сравнивая себя с другими людьми. Каким образом так получается, что вы сравниваете себя с другими людьми? Ну, ответ достаточно прост, вы не привыкли себе доверять. То есть, вместо того, чтобы доверять себе, вместо того, чтобы доверять тому, чего вам хочется, и делать это вы все время пытаетесь выглядеть лучшим образом для, скажем так, людей, ну, которыми вы время действует. То есть, иными словами, вы делаете что-то, отталкиваясь от людей. Вот. А не от самой, как бы, себя. Из-за чего и возникают проблемы, трудности и так далее. Поэтому задача здесь заключается в том, чтобы поменять вот эту вот модель, ну, вот эту вот поведенческую модель. Задача заключается в том, чтобы переключить свое внимание с, ну, вот, с других людей на себя. Сейчас, как мне кажется, вы этого, ну, вот, категорически вы сейчас категорически этого не делаете. Вот. Вот. Вы не привыкли. И как результат, результат, по большому счету, постоянного сравнивания себя с другими людьми, вы и вынуждены, ну, вынуждены врать. Потому что, ну, вот, в этом смысле, на самом деле, без вредья никак. Потому что, если вы, грубо говоря, не будете врать, то вы окажетесь, ну, не идеальны. Перед. Перед. Перед другими людьми. А эта смерть подобна, когда человек не опирается на себя, не может опираться на себя. Вот. Отсюда, собственно, и возникают ваши сложности, ваши трудности с тем, как вы себя чувствуете, как вы себя видите, как вы себя замечаете и так далее. Вот. На мой взгляд, такая парадигма. Конечно же, отношения с вашей мамой и то, как вот, ну, они у вас отношения складывались с вашей мамой. Нужно корректировать. Вот. Потому что сейчас на вас это влияет и в общем и целом влияет довольно, довольно сильно и довольно, ну, серьезно. Вот. То есть необходимо скорректировать ваши отношения с мамой. Чтобы у вас на неё, вот, не было реакции в виде рэкетных чувств, которые, ну, которые сейчас имеют место быть. Понимаете, да? Вот, в принципе, и всё. Работа, работа же со стыдом. Так же, так же, необходимо. Надеюсь, что это понятно и не подлежит какому-либо, ну, какому-либо сомнению. Можете ли вы это сделать опять же сами? Нет. Самостоятельно это сделать невозможно. Хотя бы потому что вы уже на, вот, как бы, ну, на ранних этапах, да, на ранних стадиях вы уже несколько пупаетесь, как бы, говоря о характере. Вот, хотя характер здесь совершенно ни при чём. Как я уже сказал, а вы, как бы, связываете это воедино. Это нормально, потому что вы можете чего-то не знать. Вот. Ну, просто, на мой взгляд, будет лучше, если вы предоставите дело специалисту. Вот. Надеюсь, что смог донести до вас суть вашей ситуации. Вот такая вот история. Ну, такой аспект, скажем так, такой момент, скажем так, это вот то, что мне кажется принципиальным. нужно обратить ваше внимание, прежде чем, прежде чем вы, ну, будете что-то делать дальше. Вот. Вот, пожалуй, какая-то такая облётная связь вам может быть дана на проблему. Я так же не очень понял, как бы, на что вы нацелены, да? То есть одно дело, если вам это само мешает, другое дело, если вы считаете, что, ну, вам это мешает не особо, но он мешает людям. То есть вот, эээ, это аспект довольно важный и довольно значимый. Как мне, как мне кажется. Вы спрашиваете. насколько это сильно может отталкивать окружающих сильно, потому что люди не видят вас такой, какая вы, если люди видят либо человек, который говорит не то, что есть на самом деле, либо человек, который стыдится. И общаться с вами в этом смысле непросто. Вот, к сожалению. То, что видят другие люди. Поэтому да, это отталкивающий момент. На этом всё, я надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью, вам она пригодится.